Для иностранных банков хотят упростить процедуру регистрации в Казахстане. Такие нормы сегодня обсуждали на пленарном заседании Мажелиса. Новшества, по мнению разработчиков, должны привлечь в страну больше инвесторов. При этом депутатов беспокоит, как профильные ведомства при этом будут бороться с мошенниками, которые оформляют кредиты. Подробности в материале Даны Ермак. В стенах Мажелиса депутаты обсудили законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. По словам главы Агентства по регулированию развития финансового рынка Мадина Былкосымовой, законопроект снижает требования к активам иностранных банков при создании филиалов с 20 млрд до 10 млрд долларов США. Таким образом, такой процесс позволит привлечь еще больше иностранных инвесторов в Казахстан. Виды деятельности филиалов дополняются такими операциями, как обменные операции с иностранной валютой, кастодиальная деятельность, деятельность трансфер-агента, участие в синдицированном финансировании, выпуск платежных карточек. На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. Кроме того, на финансовый рынок Казахстана ожидается приход новых зарубежных игроков в банковской сфере. Разрешение на работу в Казахстане уже получили три иностранных банка. Все они находятся на разных этапах. У нас уже выдано разрешение для южнокорейского финансового холдинга BNK Finance Financial Group на открытие банка в Казахстане. Сейчас они находятся в процессе оформления лицензии на банковскую деятельность. Кроме этого, у нас зашел катарский инвестор, выкупив Береке банк у Батирека. У нас также большое направление сейчас идет по расширению присутствия банка с Объединенных Арабских Эмиратов. Это Абудаби Коммершиал Бэнк и DCB Банк. Это третий банк по активам с активами 155 миллиардов долларов США в Эмиратов. Депутатов же беспокоят, как специалисты агентства планируют бороться с онлайн-мошенниками. По данным жильсменов, практически каждый второй казахстанец получал звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками банка. В агентстве в Назбанке заявили, что отменить онлайн-кредиты не получится. В агентстве в Назбанке заявили, что отменить онлайн-кредиты не получится. Это считается преждевременным шагом, но есть способы решить проблему. Предлагается сейчас вместе с финансовым сообществом мы рассматриваем ряд предложений по введению периода охлаждения между подачей заявки на выдачу кредита и получением его одобрения. При этом это предлагается прежде всего рассмотреть для высокорисковых операций, которые по основным типологиям мошеннических кредитов проходят, и по определенным наиболее уязвимым слоям населения. Назбанки же считают, что нужно ужесточить контроль за выдачей электронных займов. В частности, в конце июля этого года заработал антифродцентр. С момента его запуска было обработано более 5,5 тысяч инцидентов на сумму порядка 600 миллионов тенге. По 17 миллионам удалось вернуть деньги добровольно. Я думаю, что дальнейшее усиление работы антифродцента также будет способствовать сокращению мошеннических схем. Кроме того, предлагается в качестве руководителей банков брать на работу только те, кто уже имеет опыт работы в микрофинансовых организациях. Данные новшества мошенничесмены одобрили пока в первом чтении. Дана Ермак, Нуржан Махмутов, Астана, Таймс.